Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Тема данного ролика – подготовка поликарбонатной теплицы весной к новому сезону – гидравлическим жуком. Что это такое, вы увидите на своих экранах. Ну а я пока немного расскажу. Теплицы – это идеальная среда не только для роста растений. В теплых и влажных условиях охотно размножаются разные бактерии и микроорганизмы. Внутри такого помещения может вырасти плесень, влажная теплая среда, привлекает гнилостные и прочие бактерии. Всем нам это известно. Чтобы получить хороший и здоровый урожай, важно обеззаразить помещение перед высевом семян. Также нужно проводить периодическую обработку во избежание появления новой вспышки бактериальной или грибковой инфекции в период вегетации. Для обработки теплицы перед высевом и посадкой можно воспользоваться несколькими способами обработки, но не все они идеальны и приемлемы в той или иной ситуации. Например, использование дымовых шашек – процесс относительно длительный. Само время обработки занимает от 2 до 3 часов, а также рекомендуемое время ожидания до нескольких суток, когда еще нельзя заходить и проводить работы в теплице. Если габариты теплицы незначительные и физическая подготовка позволяет, то можно обработать вручную, используя при этом ведро с разведенным биофунгицидом и губку. Так поступала раньше я. В этом году мы решили использовать для этих целей гидравлический садовый ранцевый опрыскиватель «Жук» на 12 литров. Вновь выручил российский производитель садовых и хозяйственных товаров «Цикл». О капельном поливе я уже рассказывала. Пользуемся, не нарадуемся. В этом году третий сезон его использования. Ссылочку оставлю в описании. Данный опрыскиватель оказался очень удобным, в отличие от помпового. Без остановки можно проводить обработку, что очень экономит время. Емкость не нужно волочить за собой. Тут она находится за спиной. Конструкция оказалась удобной. Сидит, словно школьный ранец. Широкие ремни удобные, со снасткой, накладками, пластинами на плечи и удобными пряжками-застежками. Буквально за 10 минут вся теплица была обработана, включая не только верхнюю и боковые части, но и поверхность почвы. Производительность очень хорошая. С возможностью регулировки выдает мощный широкий пучок, что превращает работу не в мучительный процесс, а можно назвать в удовольствие. Данный опрыскиватель идет подготовленный к работе правой рукой. Но его еще один плюс в том, что есть возможность переоборудования под левую руку. Для обработки взяли препарат биобактерицид Гомаир. Развели по инструкции, залили в опрыскиватель. 10 минут и дело сделано. От насекомых-вредителей наши тепличные культуры не страдают, поэтому обработку проведем только от болезней. Но в случае необходимости в данный опрыскиватель можно заливать и инсектоакрицидные растворы. Простота и качество этой модели нам очень понравилось. Работает легко и быстро, нигде ничего не подтекает. Исполнено все очень качественно. Справится не только сильный пол, но и прекрасному будет по силам. За бесконечностью плюсов мы отметили для себя один минус, но недолго поразмыслив, все было решено. Возникли небольшие трудности с тем, чтобы поднять от земли и водрузить за спину уже заправленный опрыскиватель. С удовольствием поделюсь решением сложившейся ситуации. Чтобы перед работой не перевоплощаться в сверхгибкого гимнаста, не пытайтесь одевать заряженный ранец с пола, а предварительно поставьте его на поверхность, которая чуть выше пояса. Например, стол, пенек или любую другую конструкцию. Таким образом все получится легче и без посторонней помощи. За редким исключением климат Владимирской области позволяет выращивать томаты без поражения мучнистой росой или кладоспариозом. Но с мучнистой росой я научилась полностью справляться при помощи йода. Об этом я тоже подробно рассказывала. Ссылочку оставлю в описании. И теперь это напасть не беспокоит. Урожай томатов возревает на корню. А вот кладоспариоз или бурая пятнистость, как его еще называют, тоже неприятная история, поражает томаты в теплице каждый год. Профилактическими средствами я отодвинула и минимизировала влияние этого грибкового заболевания на более поздние сроки. И моему урожаю ничего не угрожает. На достигнутом не хочу останавливаться. И в планах с помощью новых биологических препаратов напрочь искоренить возбудителя. Сезон открыт, новые помощники в деле, работы начаты. Приобрести такого помощника можно во многих гипер- и масс-маркетах и прочих магазинах. А также напрямую от производителя данной продукции и комплектующих. Полезные ссылки оставлю в инфобоксе прямо под этим роликом. Благодарю за внимание. Здорового урожая. До новых встреч.